добрый день уважаемые трейдеры представляю вашему внимание очередной обзор рынка для компании инстафорекс сегодня 29 июля среда сегодня отмечается интересный праздник день тигра поэтому если на пути на вашего рейнджа ровера встретиться перебегающий дорогой тигр с крокодилом в пасти не ешьте его просто отпустите с миром и пожелайте ему добра в этот светлый день сегодня у меня одна статья фундаментальная по австралии ну точнее не по австралии об отношении политиков австралийских американских по отношению китая очень интересная позиция австралии вчера высказались в сторону связи с китаем вот рекомендую почитать статейка такая любопытная 2 спала тысячи просмотров уже здорово вчера вечером дал торговую идею по нефти и сегодня мы с вами и разберем давайте переключимся графику и посмотрим что у нас сегодня интересное поторговать и так золотишко золотишко сегодня откатила от импульса вчерашнего утра и в принципе в принципе это очень похоже на такой откат от мощного импульса и я думаю что сегодня мы можем под спуститься ну как минимум на повышение я бы не рекомендовал работать очень большой отарный день по вчерашнему дню я думаю что покупатели будут уже побаиваться удерживать ланги вблизи круглого уровня 2000 и могут под фикситься и мы можем на этом заработать но я в эту трешку лезть не буду она мне не нравится что слабенькая цель единственное что нравится мне то что вот этот импульс который упал вчера утром он был очень близок к минимуму дня соответственно уже 27 числа то есть видите вот эти два два минимума очень близко друг другу это не площадка но это такая очень вяло наклонная история куда мы можем через время прийти вот таким образом как минимум здесь пофлетить может быть даже перед пробоем 2000 может уже дело пойдет к развороту но вот эту площадочку я назову ее 1900 она прям интересная понаблюдайте так что касается еврика сегодня смотрел на форуме ребята еврик пытаются подшарчивать назвав вчерашний бар внутренним относительно кульминационного позавчерашнего вот я сюда пока не лезу потому что хаяни тронутые и сверху еще круглый уровень 118 поэтому может быть через ложный пробой внутреннего бара вместе с кульминационным из этой зоны можно было бы посмотреть возврат то есть примерно вот таким вот образом вот тогда можно было бы охотиться за вот этой площадочкой но такой нечеткой но это круглый уровень 17 то есть пробой 118 ложная продажа вот например вот так скажем так и вот в этом месте бы можно посмотреть шарты или уже пройдет хорошая шартовая инициатива откат 50 процентов от которой можно забрать нам вот сюда то есть пробой импульс вниз откат 3 волна натягиваем фибу на импульс вот и от полтинчика заходим вниз стоп за импульс тэк за площадку что может быть проще так что касается фунта фунт летит как стрела поэтому не интересный инструмент пока не трогаю не торгую то что мы взяли здесь пробую площадок больше никаких идей по нему нету доллар иена продолжает также слабеть под действием слабого доллара американцы печатают деньги и эти деньги ослабевают американскую валюту что касается кроссов наших австралийс стрелец канадец со средств новозеландец картина не меняется держим шарты австралийс новозеландец интересен опять же только выше 109 и там продажи на сеткой на возврат вот таким образом что касается инструментов с франком доллар франк падает вот набираем его в ланге каждый 50 пунктов либо 100 в зависимости от вашего депозита сейчас после пробоя прошло 40 соответственно вас одна сделка на пробой и следующая через 50 пунктов должна быть не чаще и объемчики конечно должен быть очень маленькие какие то на депозит примерно 10 тысяч долларов объем три сотых вот соответственно если у вас три тысячи долларов объем 1 сотая вот такой порядок объемов в сеточные торговые должны быть так канадец франк зона где его хочу купить приближается вот поэтому жду его пониже что касается кроссов сиены франк ена дала заработать соответственно план сдвигается на продажу выше будет расти на переходе продаем опять же сеткой выше 1 15 500 продаем сеточкой на возврат опять к этому уровню 1480 нормальный план канадец и иена пока пока нигде самый интересный франк ена так доллар канадец давит на минимум июня месяца я думаю сегодня мы пробьет вот под действием креп крепчающей нефти я думаю это произойдет с огоньком но я не в рынке потому что здесь слабая рентабельность вчера по нефти вечером я дал торговую идею на ланге да давайте посмотрим на нее внимательно вот она идея то есть дневной пин бар захватчик и структура bc на повышение по хаям те кто последовал мои рекомендации сейчас должны находиться в плюсе вчера не находились в минусе сегодня в плюсе это нормально вот почему потому что отмена вот этого англова сценария произойдет только при пробое минимума позавчерашнего импульса то есть котировки 40 с половиной первый тейк если вы зацепились от 50 по фибой сейчас находитесь в плюсе на 35 пунктов должен быть на пробое хая вчерашнего дня то есть котировка вот это вот давайте обозначим это сорок восемьсот сорок и 800 и второй тейк 2 так вы можете уже подержать там половиной позиции либо одной третьей по хаям 23 и 21 июля вот соответственно такая трехволновочка все что еще интересно сегодня австралиец австралиец пробил вершину месяца июля вот и пока это похоже на ложный пробойчик но в него играть опасно что нет хороших целей вот инструмент такой прям веселый бычек вот и вчерашние переговоры сша подтвердили твердую позицию австралийского доллара вот но прям сегодня эта площадка пробилась неизвестно пока ложная либо истина но на это произошло так ну и газ газ тоже потихонечку подымается очень вяло вот в такую жару это нормально я надеюсь на рост на двоечку и удерживая позиции наверх дать прием к вопросам на youtube канале так по вчерашнему видео 1 александр спасибо да на форексе можно заработать до фишка форекса в том что здесь можно то что заработать здесь можно очень здорово разогнаться и такие разгоны которые на форексе можно делать больше нельзя сделать нигде из-за хороших кредитных плеч которые дают брокера так тестов вышлю сегодня после обзора так где можно раздобыть индикатор profit line и другие но если вы ищете индикаторы которых о которых я говорю но они они в принципе есть в общем доступе но чтобы не искать напишите на почту мне вернее сюда под видео что вы хотите получить какие индикаторы список их и почту свои оставьте я вам отправлю и профит лайн и индикатор сессии там что угодно так а вот кант высшего звука стоит словно набирать конечно стоит конечно стоит это перспективная стремя александр спрашивает как узнаете объемы и набор денежной массы на графике месячной анализ и и как узнаете а села либо и контракт таки большие так понимать мы же понимаем отчеты сот что они за прошедшую неделю селест не влияют на рынок от сот просто информация ненужная что абсолютно верно я не пользуюсь сотами считаю что это бесполезно изменяется количество контрактов уж любой момент недели купили кучу да да все очень просто ну посмотрите мои обзоры как я определяю где скапливается деньги и посмотрите с какой вероятностью рынок отрабатывают эти площадки на больших валютах евро доллар фунт золото вероятность отработки с этапов 75 77 процент понимаете это без сот без без объемов без вообще без ничего просто обычная голая логика где скопились деньги я определяю по ну по уровням которые рынок набил виде двойной тройной вершины либо дна и считаю что там могут скапливаться денежки и в качестве подтверждения в эту сторону я ищу импульс с отката на которые мы заходим вот все то есть площадки импульс сторону площадок отработка оба цешки с целью захвата про этих площадочных стопов очень простая идея торгуется на любом чистом графике даже с телефона на который можно установить мета трейдер так вопросы все спасибо за лайки пишите больше комментариев если она что-то отправить том числе и тестер пишите правлю информация полезная поможет вам заработать деньги ну а я прощаюсь с вами до завтрашнего утра контролируйте риски берегите себя и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инста forex всем пока